здравствуйте моя семья моя интернет семья все кто только что ко мне присоединился здравствуйте а вот сейчас передо мной телефончик мой вот он у меня такой и что я вижу здесь у нас есть от церкви группа мы общаемся если что чтобы быстро передать информацию и вот например я вам покажу сейчас как идет общение например вот идет ну парень на фотографии вы не буду написано что он просит молиться за здоровье отца самочувствие постоянно ухудшается дань глаз не видит скачки артериального давления но пожилой человек естественно мы помолились ну и вот присоединились к молитве и дальше 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 видите молимся дальше идет такое вот буквально в 1352 у нас кстати сейчас погодные условия ухудшились что произошло значит сильное похолодание аж до минус 10 до минус 12 градусов вчера ночью было такая знаете как буря что ли снежная ночью было и выпал снег естественно обычно тепло плюс 15 плюс 10 плюс 2 плюс один дали снег выпал сразу растаял а это такое чувствительное похолодание и вот пишет олег пишет братья и сестры к нам обратился горсовет и кстати горсовет к нам обращается постоянно чуть что горсовет возьмите детей это соц специальные службы тоже к нам обращаются что-то помочь к нам обращаются вот никому больше да тоже загадка 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 баптистскую церковь сразу находит горсовет в другие церкви не обращаются а нашу церковь сразу находят и вот обратился горсовет с просьбой помочь им кормить бездомных но то что мы делаем постоянно они поставили палатку на две недели поэтому желающие с авто и без записывайтесь у меня все дни свободны по времени это занимает с 11 до 13 важно на завтра пока нет добровольцев пока я работала пока я освободила 7 часов думаю ну сейчас позвоню как раз у меня завтра свободный будет день именно вот в этот период до 2 с 11 до 2 я свободна и думаю позвоню пошла в ниже 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 и тут пишет так это не то сейчас я вам покажу пишет вот тут же парень пишет саня пишет олег завтра я машиной смогу послужить то есть он даст свою машину для того чтобы кормить дальше найдите добровольца на кормление я смотрю по времени это было в четыре часа и дальше люда пишет я могу ну это по-украински я перевожу вам сразу я могу поехать с тобою яша это уже через 13 минут и олег пишет уже не надо уже есть человек тогда я на подстраховке люда пишет вот то есть вот так у нас собираются чтобы вы видели и все а мы уже читаем мы видим что уже не нужно если не нашли мы дальше откликаемся кто едет вот я вам просто один из примеров хотела привести как можно послужить людям служить можно чем угодно к сожалению очень мало вот таких людей всего лишь там сколько у нас сто с лишним человек в церкви до где-то примерно так но я вижу сколько ходит постоянных не таких что пришли ушли и ничем не помогли а такие вот поэтому кто чем может у нас вот так вот служит кто-то машиной кто-то силами своими а кто-то вот посмотрите вот это молитвы присоединились видите вот это об молитвой это молятся за больного человека например поэтому когда мне говорят молиться я тоже выхожу и начинаю молиться и тоже присоединяюсь всегда но я вас всех люблю будьте благословены вы и ваши близкие служите друг другу ободряйте друг друга молитесь друг за дружку меняйте полностью переворачивайте свое мировоззрение просто переворачивайте все наше бывшее мировоззрение никуда не годится будьте благословены вы я уверена что господь бог споспешествует вам в благом деле и вашим близким но вы никак не сможете вылезти если вы не будете посредством святого писания идти иначе вы не узнаете то о чем вас просит господь что он от вас хочет я люблю вас молюсь за вас моя интернет семья и моя семья пусть бог споспешествует вам пока пока